Мыльные пузыри ассоциируются с детством, радостью, счастьем и хорошим настроением. Каждый из нас в своей жизни сталкивался с волшебством переливающихся всеми цветами радуги мыльных пузырей. По легенде, первый мыльный пузырь надул муж прачки, которому в курительную трубку попал раствор для стирки. Но никаких подтверждений этой истории, конечно же, нет. История мыльных пузырей уводит нас в далекое прошлое, на тысячи лет назад. Во время археологических работ в древнеримском городе Помпеи был найден настенный рисунок с детьми, которые надувают пузыри. Некоторые древнекитайские папирусы изображают людей, надувающих прозрачные шары через глиняные палочки. Мыльные пузыри были не только детской забавы, но и объектом для размышлений философов о смысле жизни. Чарльз Бойс сто лет назад опубликовал фундаментальный труд «Мыльные пузыри», который по сей день является как детской забавной книжкой, так и настольным пособием для физиков-теоретиков и экспериментаторов. Мыльный пузырь состоит из очень тонкого слоя воды, сжатый со всех сторон мыльным раствором. На самом деле мыльные пузыри прозрачные, но преломление лучей света создают иллюзию, что они окрашены всеми цветами радуги. Когда поверхность пузыря становится тоньше, видны разные цвета – зеленый, синий, пурпурный или фиолетовый. Непосредственно перед самым исчезновением большинство пузырей приобретает темно-золотистый, желтый или почти черный цвет. Иногда поверхность пузырька бывает очень тонкой с одной стороны и толще в других частях. Когда это происходит, вы видите много различных цветов на пузыре, и это делает его похожим на радугу. Форму сферы мыльный пузырь приобретает благодаря поверхностному натяжению, и форма пузыря постоянно искажается из-за воздействия потоков воздуха. Это же происходит и в процессе надувания. Но если мыльный пузырь отпустить летать в помещении, где на него не будет никакого воздействия, то его форма вскоре станет сферической. Чарльз Бойс заметил, что приложив внешние усилия, можно сделать пузырь несферической формы. Если же стянуть мыльную пленку между двумя кольцами и потянуть на разрыв, то образуется мыльный пузырь цилиндрической формы. Чем больше размер такого цилиндрического пузыря, тем меньше его прочность. И в конце концов, в середине такого пузыря появляется притяжка, и он делится на два обычных круглых. Мыльный пузырь может существовать только до тех пор, пока в нем есть достаточно воды. В сухом, жарком воздухе вода быстрее испаряется, стенки пузыря становятся тоньше и тоньше, пока он не лопается. Испарение воды не единственное, что мешает долгой жизни пузыря. Когда он плавает по воздуху и приземляется на палест или сухой травы, стену дома, шерсть животного, он также лопается. Когда что-то твердое, сухое касается пузыря, он пробивает его тонкую стенку. Воздух резко выходит, и он исчезает. Не менее интересный и процесс лопания мыльных пузырей. Он очень быстрый, поэтому человеческий глаз не в состоянии его зафиксировать. А специальная фотокамера, делающая 500 снимков за секунду вполне, фотографу из Великобритании Ричарду Хиггсу удалось получить очень красивые снимки этого процесса. И сегодня выдувание мыльных пузырей остается одним из любимых развлечений детворы во всех странах мира. В разных странах проводят шоу, на которых надуваются гигантские мыльные пузыри. Внутрь помещают не только предметы, но и людей. Причем создавать шедевры лучше не теплым воздухом изо рта, а уличным, просто перемещая кольцо в воздухе. С мельными пузырями играют все, от малышей до взрослых. Это веселое развлечение, которое вызывает восхищение и радость. Редактор субтитров А.Семкин